Поэтому такая солидарная позиция Большой Семерки или Большой Восьмерки, как мы уже сегодня говорим об этом, является вот этим ответом России и своеобразным, почему если Россия ведет себя ультимативно. Мы видели с начала декабря, еще до войны, когда она НАТО фактически выдвигала ультиматум. Чем все это закончилось? Тем, что НАТО солидаризировалось как никогда. НАТО расширилась за счет двух стран и приблизилась к территории России за счет Финляндии и Швеции, увеличив еще на 1300 километров вот эту границу. Вот сейчас, когда Россия пытается продвигать всякие сомнительные вот эти сделки о том, что мы как-то давайте останемся вот в формате о том, что вы говорили. Частично Донбасса, может быть кусочек вот сейчас по линии фронта пройдем. Крым не обсуждается вообще. Это для Путина это все. Крым это исконно и так далее, и так далее. Это большой символизм в русском вот этом мифологическом совершенно восприятии, которое сейчас доминирует все эти околокремлевские коридоры. То есть не оставляют ни малейшего шанса на вот такие интерпретации со стороны России. Это своеобразный ультиматум. Вот я его так расцениваю. Россия или давайте говорить не ультиматум. Вот это предложение, вот это условие, на которых Запад готов обсуждать с Россией варианты мирного договора. То есть вы полностью освобождаете территорию и дальше по пунктам плана Зеленского и в процессе уже идут обсуждения. Субтитры создавал DimaTorzok